Время выбирать мэра. В среду городская дума провела внеочередное заседание. Единственный вопрос в повестке – выборы главы областного центра. Все заявленные кандидатуры прошли два этапа конкурсной комиссии. На начальном этапе было подано четыре заявления от Шарипова Владимира Николаевича, Ракушева Александра Владимировича, Шарыгина Александра Андреевича и Пегута Владимировича. На первом этапе были рассматриваны все необходимые документы. Документы были признаны достоверными, соответствующими и полными. И, соответственно, были допущены до второго этапа. Депутаты выбирали уже из двух кандидатов. Конкурсная комиссия допустила Владимира Шарипова и Владимира Пегуту – действующего главу и его первого зама. Несложно предположить, что выступление обоих Владимиров перед народными избранниками было, по сути, похоже. Основной посыл – сделать жизнь горожан лучше и комфортнее. Самым главным на будущий срок, и я говорю не о сроке главы города, а о периоде, потому что говорить надо всегда о периодах, и я говорю о пятилетнем периоде, является главной задачей удержать меры социальной поддержки населения, которые сейчас муниципалитет взял на себя. И мы говорим не только о прямых субсидиях и дотациях, мы говорим в том числе и о всех мерах социальной поддержки, которые присутствуют у нас в нашем городе, в том числе, например, расселение аварийных домов. И город Иваново – это единственный муниципалитет, который сейчас продолжает выполнять программу за счет собственных средств. Одним из важнейших направлений считает дальнейшее развитие социальной сферы – расширение сети образовательных учреждений. Уже сейчас городу необходимо построить как минимум две школы – в Московском микрорайоне и микрорайоне Рождественского. Требуется также форсировать работы по созданию новых дошкольных образовательных учреждений. Затем уже у депутатов была возможность высказаться касаемо кандидатов. На фракции было принято решение. Первое. При избрании на пленарном заседании Ивановской городской думы главы города Иваново поддержать и числа кандидатов, представленных в конкурсной комиссии по результатам конкурса для избрания на должность главы города Иваново – кандидата Шарипова Владимира Николаевича. Мы считаем, что в данном случае, это с нашей точки зрения, она не только субъективна, потому что не только в нашей фракции. Мы это слышали от неравнодушных жителей города Иваново. Нарушаются основы, базовые и демократические основы выборов. Мы считаем, что они должны быть общенародными. Коммунисты участие в голосовании принимать не стали. И даже несмотря на это, никакой интриги. Владимир Шарипов снова избран главой города Иваново. Благодарен вам за поддержку моей кандидатуры на должность главы города. Конечно, у меня не было такого периода, который бы позволил мне сейчас как-то передохнуть там. И я не перестал чувствовать себя главой города, в том числе и до текущего момента. Поверьте, я действительно люблю свой город, я являюсь его частью. Я понимаю тех людей, которые живут в нашем городе. И, конечно, продолжу дальше работать так, чтобы вам было не стыдно за сделанный выбор. Никакого перерыва в работе действительно не будет. Инаугурация мэра запланирована на ближайшую пятницу. Несмотря на то, что глава областного центра избирается на два с половиной года, Владимир Шарипов вступает в должность на один год и два месяца. Ровно до истечения срока полномочий действующей думы. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.